Недавно выяснилось, что моя знакомая из выращенного на дачу урожая закатала 317 банок солений и варенья. Конечно, не все они трехлитровые, но цифра грандиозная. Поздравляю всех дачников, кто сумел приблизиться к этому рекорду с успешным завершением дачного сезона. Конечно, дела на участке еще есть, но по сравнению с тем, что сделано, остались сущие пустяки. Кое-что укрыть, побелить и побрызгать, собрать по участку инвентарь, сжечь ненужную ботву, сгрести в компост опавшие листья, слить бочки и с наступлением устойчивых минусовых температур, наконец-то закрыть дачу на лопату. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». О чем будем говорить сегодня? О том, как правильно подготовить к зиме розы, астры и хризантемы, а еще вспомним о кабачках. Если вы не успели пристроить все свои кабачки в добрые руки, есть идея, как их использовать на радость всей семье. Начинаем! В одной из летних программ мы рассказывали вам о коллекции роз Ольги Давлетшиной из «Садгорода». Пришла пора готовить розы к зиме. Главная задача – правильно укрыть розы, чтобы они хорошо перезимовали и будущим летом радовали нас цветением. Что использовать в качестве укрывного материала, чем удобрить розы, нужно ли присыпать их торфом или дубовым листом? На все эти вопросы мы попросили ответить Ольгу Давлетшину, которая успешно выращивает розы в пригороде Владивостока. Наступил самый главный момент – это укрытие роз. Как мы укроем розу – это залог, соответственно, следующего цветения, следующего года. Розы я стараюсь в зиму оставить длинные побеги. Я не стараюсь розу обрезать очень коротко. Почему? Потому что в побегах розы накапливаются питательные вещества. Именно эти питательные вещества помогают розе хорошо перезимовать. И с длинными побегами розу очень удобно перегибать к земле. Роза тогда гнется более-менее дугой, ее можно пришпилить, и, соответственно, ее можно будет легче укрыть. Конечно, есть такие розы более взрослые, где побеги очень жесткие и толстые, и практически пригнуть их тяжело. Но при желании возможно. То есть начинаешь розу гнуть раньше. Для этого используются вот такие вот дуги стеклопластиковые. Они очень хорошо гнутся, покупая их в строительных магазинах. Мой опыт показывает, что розу нужно обязательно освободить от листьев, чтобы подпривание не было весной. Потому что весной, когда начинается оттепель, снег начинает таять, он проходит через укровной материал. Соответственно, внутри создаваться может такой небольшой парниковый эффект. И листики, которые мы оставим, они будут разлагаться. И, соответственно, там будут размножаться какие-то болезни, которые нам не нужны. Это Ред Леонардо да Винчи. И вот так вот я ее подготовила к зиме. Я обрезала у нее всю листовую часть, листовые все пластинки. И, соответственно, весной она не будет у меня такой высокой, когда я ее весной открою. Я ее, безусловно, обрежу. Но сейчас вот такая вот грязная обрезка. То есть я по максимуму оставила размер, высоту. Срезала только макушки, которые вот они были невызревшие. И вот таким образом она пойдет под укрытие. Но укрывать я ее буду, пригибая к земле. И фиксировать буду ее арматурой. Роза колючая. Чтобы ее пригнуть, я использую вот такие вот перчатки. Это самые, что ни на есть, обычные перчатки, которые продаются на строительных площадках, в строительных магазинах. Их используют сварщики, строители. То есть они сделаны из достаточно... Ну, мягкие, в то же время я могу спокойно взяться за розу. То есть вот совершенно мне никак не колко. И, соответственно, прилагая определенные усилия, я могу пригнуть куст этой розы. Плетистая роза, она была очень сильно облиственна. И как бы это не было тяжело, вот я села на стульчики и обрезала у нее все листья. И вот осталось совсем немного. И вот таким вот образом, ловким движением руки, срезаются все листья. И, соответственно, цветы. Цветы тоже не оставляем. Ну, так вот мы срежем и цветы. Роза уйдет совершенно без листьев. То есть это вот макушка невызревшая. Мы ее тоже срезаем, она нам не нужна. Свяжем бечевочкой, веревочкой. Вот. И, соответственно, начнем ее гнуть к земле. Как правильно укрывается роза? Роза в обязательном порядке гнется к земле. Потому что именно тепло идет от земли. Если розу к земле не пригнуть, а ее каким-то образом укрыть вот таким стажком, то роза никогда не перезимует. Поэтому розу сейчас будем гнуть. Зафиксируем ее к земле вот такими вот арматуринами. Шестерка, она очень пластичная. Поэтому с ней очень легко и удобно работать. Пригнем макушки. Предварительно мы эти макушки связали бечевкой. И вот начинаем ее пригибать. Так. Берем арматурину. И фиксируем к земле. Так. Для надежности можно зафиксировать еще в одном месте. Даже такая девушка, как я, скромная по весу и по силе, может сама справиться с таким вот занятием. Ну а сверху уже поставим более толстые дуги. Они уже будут служить непосредственно каркасом для укрывного материала. Сверху сейчас поставила вот эти вот стеклопластиковые дуги, которые уже 8 мм толщиной. Ну и поверх этих дуг, соответственно, мы сверху накинем укрывной материал. Дарнит можно, да. Я укрываю, толщина его 60-ка, два слоя. Почему два слоя? То есть там должна также оставаться воздушная прослойка. Она позволяет теплу, которое идет от земли, быстро, соответственно, ну не уходить там в атмосферу. А весной, когда у нас перепады температур, она позволяет тоже розочки хорошо себя чувствовать под этим укрывным материалом. Укрывный материал дышит, там никогда не создается парниковый эффект. Сверху не нужно ни в коем случае накидывать никаких пленок. Многие розоводы стараются навалить там землю, вот именно на приствольный круг, либо замульчировать там чем-то, не землей, а там торфом, или опилками, там или дубовыми листьями. Ну вот мой опыт показывает, ну и опыт уже бывалых розоводов, что этого делать ни в коем случае не нужно. Во-первых, когда мы посадили розу, мы корневую шейку заглубили на 3-4 сантиметра. Розе этого достаточно. Если мы наваливаем землю, пригибаем, делаем такой холмик у розы, то, как правило, весной там происходит подпревание. И поэтому даже когда макушки розы будут прекрасно себя чувствовать и будут зелеными, когда ты отгребаешь эту землю от прикорневой шейки, там всегда отслаивается кора. Поэтому ничего делать не нужно. Никакими опилками, никакими дубовыми листьями. Это все накапливает именно влагу, которая потом весной при заморозках начинает пагубно действовать именно на кору самой розы. Поэтому роза прекрасно росла. Пусть она также вот и уходит в зиму. Ничем ее не нужно. Единственное, нужно посыпать вот сейчас золой. Обычной древесной золой. Зола, она убьет кое-какие там микроорганизмы, и когда весной они там, если вдруг начнут там развиваться. И это своего рода питание. Потому что весной розе, многие привыкли думать, что роза весной трогается в рост, ей нужно достаточно там, ну, большую порцию надо дать азота. Хотя многие агрономы говорят, что для того, чтобы развивалась корневая система, розе весной нужен фосфор. Вот. А как раз у нас зола – это источник фосфора. Это тот самый укрывной. Я его называю агротекс. Толщина его шестидесятка. Он не гниет. Отлично хранится. Использую я его вот уже, наверное, ну, 3-4 года. Таким вот образом накрываем. Канцелярские скрепочки. Можно их использовать. Можно красиво все это натянуть. как фиксировать укрывной материал в самом низу. Ну, тут, знаете, если кто-то не хочет портить укрывной материал и его дырявить, тогда можно пригнуть камнями, можно приложить полежки. Не совсем, наверное, эстетично, но роза прекрасно зимует вот по таким укрытиям. Еще один совет от Ольги Даблетшиной хотя бы часть роз посадить единым массивом, создав розарий. Розы сажать в разных углах сада проблематично потом их укрыть. Нужно будет над каждой розой строить отдельный каркас. Соответственно, надо будет каждую розу отдельно укрывать. Поэтому лучше продумать таким образом розарий, чтобы можно было эти розы укрыть одним массивом. Во-первых, они гораздо лучше зимуют, потому что чем больше площадь укрытия, тем тепло от земли меньше уходит. Конструкцию строю я вот сейчас по теплу, когда земля еще достаточно не мерзлая, чтобы мне было удобно все это воткнуть в землю, зафиксировать. А укрывной материал я набрасываю, ну, когда вот минус 5, уже минус 10, розочка пригнута. Всю листву мы под кустом убираем. То есть я использую вот такие вот грабельки, очень удобные. То есть желательно нам листья никакие не оставить в зиму. Ну и потом древесная зола. Мы вот таким вот образом опудриваем основание у розы и прям не жалеем, можем посыпать и стебли тоже. Многие садоводы мечтают о штамбовых розах, но боятся их заводить, потому что не знают, как укрыть штамбовую розу. Ну, если кто не знает, что такое штамбовая роза, это стебель, выращивается палка шиповника, потом прививается на макушку шиповника, прививается культурная роза. И культурная роза здесь наращивает свою культурную шапку. То есть получается роза на штамбе. Как мы ее будем укрывать? Как и все остальные розы. То есть от этого штамба мы отвязываем фиксирующую палочку. То есть здесь достаточно были длинные ветки. То есть я их обрезала. Можно укрыть вот здесь вот, если мы переживаем, что не перезимует вот эта вот культурная прививка. Можно здесь просто укровным материалом замотать. Соответственно, гнем к земле. Ну, сейчас пока роза все лето у меня росла в горшке, я ее весной пересажу. Ну, таким же образом мы ее будем гнуть, зафиксируем. И, соответственно, под общее укрытие, под общие дуги она у нас уйдет. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Прочитать о розах можно во втором и в третьем номере журнала за 2023 год. А еще можете посмотреть программу за июль. Также напоминаю, что шестой номер журнала выйдет в начале декабря. Партнеры нашего издания – компания «Ресурс», ООО «Сфера Кадастр», а также Центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и Центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в Центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование – клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. Дачный сезон завершается, а борьба с кабачками в самом разгаре. Чтобы утилизировать урожай, какие блюда мы только не придумывали. Пекли оладьи, делали икру и лечи, запекали кабачки с фаршем и грибами, пробовали нарезанные кабачки под острым соусом и варенье из кабачков. А дачница из СНТ дальневосточный садовод Елена Лушина приготовила специально для нашей съемочной группы еще одно замечательное кабачковое блюдо. Мы его попробовали, оценили и по традиции нашей программы обо всем, что нам понравилось, рассказываем вам. И это у нас будет суп-пюре из кабачков на молочной основе. Сырный он, потому что с сырочком будет. И с фрикадельками, потому что мужики не желают кушать одни кабачки. Чистим кабачок. Очень хорошо вот этой штукой так быстро получается. Тоненько и аккуратно. Ну вот на такую кастрюлю, в принципе, если брать вот этот кабачок, то надо литр молока. Если половину порции, ну где-то пол-литра молока. Потому что сам кабачок – это тоже вода. И суп будет жидковатый тогда. Все, вот мы почистили. Вот на полкастрюли нам этого хватит. Вот такими кусками его можно даже закладывать в кастрюлю. Вот мы его порезали крупными кусочками, сюда положили. Морковку тоже можно крупными кусочками. И, собственно говоря, лук тоже крупными кусочками. Заливаем все это молочком. И молоко надо, конечно, караулить, потому что молоко не вода, оно может пригорать, то есть стоять, мешать. И туда же, когда закипает молоко, трем сырочек. Потерли сырок и, собственно говоря, ждем, когда закипит. Варится оно 10 минут всего-навсего. Потом все это горячее мы пробиваем блендером, даем еще раз закипеть. И потом добавим фрикадельки. Фрикадельки закладываем. Можно делать легкий суп для тех, кто сидит на диете. Собственно говоря, один кабачок молока и сырок. И с мясом, потому что мужчины почему-то вот не любят они без мяса. Ну почему? Даже странно. Да, даже грязь не потом отказывается копать. И полот. Если суп без фрикаделек. Если суп без мяса, это да. Вот специально для того, чтобы далеко не ходить, мы держим вот такую вот грядочку себе. Держим прямо рядышком. Это базилик у нас. Кстати, вот это кипрский базилик. Давайте, может, рискнем, попробуем. У меня есть еще рунгия. Про рунгию вообще мало кто знает. Рунгия – грибная трава. Но ее добавляют в самый последний момент, потому что она не любит термическую обработку. И запах она такой дает, слабо грибной. Я ее люблю в салаты добавлять. Открытие для меня в этом году было рунгия. Очень интересно. Ну, единственное, на грядке не получилось. Я ее высадила на грядку, но слизни ее любят больше, чем я. Я приехала, там одна палка торчала. И я решила оставить вот такой вот вариант дачный. Очень, кстати, удобно. Даже если ты дачник выходного дня, то можно в большие горшки посадить, и, собственно говоря, нормально будет. Наверное, нет людей, которые не грустили бы по ушедшему лету. Но среди садоводов и дачников есть те, кто очень ждал прихода осени. Это любители хризантем, которые зацветают в начале сентября желтыми, бордовыми, оранжевыми, белыми цветами. Каждый куст хризантемы – это целый букет. Ради их цветения можно порадоваться даже окончанию лета. В коллекции Людмилы Сунцовой более 200 сортов хризантем. Это мультифлора, корейская хризантема. Увлечение началось 15 лет назад. За это время собрана большая коллекция. До сегодняшнего дня любовь продолжается. Сорта увеличиваются. Что-то уходит из коллекции, что-то прибывает. Каждый год все равно какие-то новинки появляются. Начиналось все с одного черенка хризантемы сорта опал, которым с Людмилой поделилась соседка подача. Это вот первая хризантема, которая вселила надежду, что есть ранние сорта. И я стала искать, я стала выписывать. Это дорого, это ценно, потому что приходит издалека, приходит не в очень лучшем состоянии. Приходится иногда выхаживать это все до состояния, когда оно радует цветение. И осень ждешь с нетерпением. Того стоит, конечно. Ну да. Вот мне задали недавно такой вопрос. Ну красота красотой сейчас, а что же летом? Вот. Я говорю, ну как, что? Ну кроме хризантемы все равно что-то подсаживаешь, что-то растет. Всегда есть те же гортензии, те же летники. И все-таки, что бы ни цвело, это фон, который помогает дождаться цветения хризантем. А по мнению Людмилы, они прекрасны даже без цветов. Красота присутствует даже в самих шариках. Они просто зеленые, как самшиты. Все лето тоже являются украшением. С маленького череночка, постепенно увеличивая свой объем, создают вот к осени такую красоту. Если год выдался хороший, до конца сентября они все зацветают. В этом году да. В этом году у них задержка почти на месяц. Радывать вас они будут до? До морозов. Пока совсем сильные морозы не ударят их и не потеряют они декоративность свою. В ноябре они еще постоят на улице, получат свое охлаждение. А потом уже заношу их в помещение. Был поиск, как лучше их сохранить. И просто на подоконнике окна сохраняло. И лоджия была, и гараж приспосабливался. Я выделила им холодную комнату. И они у меня в холодной комнате, где температура, я стараюсь держать не выше 10 градусов, они у меня зимуют. По-хорошему им нужно от 0 до плюс 2. Тогда они будут, как бы, им хорошо. В комнатных условиях этого невозможно. Поэтому особой спячки у них нет. Они потихонечку, но они растут, к весне вырастают. И весной я начинаю черенковать. Я не рискую, потому что коллекция моя... Это сейчас человек может приехать к любому коллекционеру и приобрести сразу полностью коллекцию за один раз. Я же собирала их по крупицам. По словам Людмилы, в конце сезона хризантемы обязательно нужно обработать от болезней и вредителей. Ведь зимовать им предстоит в помещении. Обработки – это обязательно, как бы, составляющая для выращивания цветов. Не только против трипса, а от листогрызущих, сосущих. У нас вредителей очень много в природе. Родился черенок, и мы начинаем профилактику делать. А вот я срежу, и их обязательно обработаю медсодержащими препаратами. Хорошо их пролью. И пролью еще... Вот у меня в наличии метаризин. Он как бы от вредителей, живущих в грунте. Еще одно увлечение Людмилы – это осенние астры. Новобельгийские, альпийские и английские. Сейчас мы находимся рядом с астрами. Это, в принципе, вторая моя любовь, мое второе увлечение. У меня есть высокие астры. И вот к низкорослым относится вот такая серия, серия шоумейкеров. Они махровые и относятся к низкорослым. Авторы серии шоумейкер предполагали, что их высота будет всего 40 сантиметров. На практике оказалось, что кусты вырастают до метра и даже выше. Они очень красивые. У них палитра красок очень красивая. Насыщенные расцветки у них. Зимуют астры прекрасно, без какого-либо укрытия. Сами цветы у этой серии выдерживают где-то в пределах минус пяти. То есть до минус пяти цветы у этой астры не повреждаются. Стоит выращивать, потому что минимум ухода тоже требует обработки. Потому что астры, ну, поселяющие, может поселиться клещ. Нужны обработки. Своевременные обработки. И они вас наградят вот таким великолепным цветением. Вот этим кустам второй год. То есть первый год, да, конечно, не будет такого обильного большого куста. Она и черенкуется, и делением куста делится. То есть можно разделить куст, можно просто взять черенок и укоренить его. Так же, как фризантему. Все зависит от того, какой мы посадочный материал приобрели. Если он черенок будет, ну, будет просто несколько веточек. Если мы приобрели деленку, да, уже будет как бы полноценный куст. Ну, он быстро разрастается, и на следующий год уже вас будет радовать обилием красок. Вы смотрели телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Нам пора прощаться. Я желаю вам хорошей погоды, если такая бывает в ноябре. Но пусть он подарит нам хотя бы несколько теплых солнечных дней, чтобы мы успели сделать все задуманное и запланированное. Удачи! Сады и огороды Приморья